Наши восприятия, наш личный опыт нередко подводят нас. Мы понимаем это. И потому почти всегда сами того не замечаем. Сверяем свое восприятие, свое мнение и даже поведение с восприятием, мнением и поведением других, окружающих нас людей. Сверяем. Правда, неосознанно. Другие люди для нас источник информации. Прошу, пожалуйста, желающих встать и подойти сюда. Быстренько, ребята. Пожалуйста, пожени. Нам нужно человек 20 для первого эксперимента. Быстренько, быстренько. Вас проведут помещение для испытуемых. Тут дверь, пожалуйста. Сколько у нас добровольцев. Начинаем эксперимент. Пригласите, пожалуйста, первого испытуемого. Подойдите сюда. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень опасного преступника. Ваша задача заключается в том, чтобы вы, глядя на эту фотографию, дали психологическую характеристику этому человеку. Пожалуйста. Артистику с какой точки зрения вообще? С человеческой точки зрения. Что это за человек? Мне кажется, что это человек хитрый. Так. Замкнутый, скрытый такой. Так. А в чем проявляется его хитрость, лукавство? Чертелься какие-нибудь обнаруживают эту особенность? Глаза. Особенно во глазах говорят о нем, что он такой подлый, да? Подлый, хитрый, лукавый даже. Понимаете, этот человек как-то, по-моему, очень хмуро смотрит на окружающий мир. По-моему, ему свойственно какое-то удовольствие, презрение к людям. Холодное лицо у него? Да, ну, приятно. А вот преступное начало, что в нем выдает в его лице? Глаза. Глаза? Да. А что в них, в этих глазах? Холод. Холод. Ну, я бы сказала так, что этот человек очень злой, человек, на которого трудно положиться. Потом видно, что он очень убывалый. Это, я бы сказала, ну, помимо того, что у него на лице шрамы, нос разбит, но и само вот лицо уже как бы вылеплено. С годами уже в лице вырисовались какие-то определенные черты, изобличающие жестокость и непреклонность этого человека. У него вот подбородок очень такой выдающийся, как обычно бывает у волевых людей. Потом нос какой-то очень топорный, очень грубый, который не бывает обычно на лицах интеллектуальных, а свидетельствует скорее о какой-то узости и ограниченности взгляда у этого человека. У него очень жестокие глаза, очень какие-то неприятные, холодные глаза. И вообще выражение лица какое-то очень суровое и какое-то и жестокое. В общем, конечно, об этом человеке трудно сказать что-либо хорошее. Спасибо большое. Сядьте, пожалуйста, в первый ряд. Вон, кто девушки. Следующий, который могу, пожалуйста. Здесь, встаньте. Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень большого ученого. Вы еще мешаете нам. Ваша задача заключается в том, чтобы, глядя на эту фотографию, вы дали психологический портрет этого человека. Конечно, мое мнение чисто субъективное. И, в принципе, по фотографии довольно трудно сказать что-либо. Но в данном случае можно сказать, что это человек довольно умный. У него пристальный взгляд. Взгляд пронизывающий. Буквально прямо как рентгеновские лучи. Человек, очевидно, все-таки очень деятельный. И в то же время мягкий, добродушный. В общем-то, на него можно положиться. Ну и, вообще, очевидно, это все-таки хороший человек. Спасибо большое. Садитесь в первый ряд. Ну как, поглощен работа, я бы сказала. Так. Увлеченный вообще, наверное. Что, серьезно? Ну, наверное, немножко с юмором. Серьезно? Да. Хорошее у него лицо. Лицо неприятное. Приятное лицо. Да. Добрый он человек. Да, наверное, добрый. Детей должен быть. Детей должен быть. Очень хорошо. Думаю, что, когда говорит с окружающим, он нравится окружающим. Ну, может расположить к себе людей. Портрет преступника. А в этом свидетельство его глаза, так нахорновато прищурленные. Мне кажется, что даже когда он говорит о чем-то хорошем, у него все равно такое щитление, что в душе что-то у него такое нехорошее есть. Портрет ученого. Ну, в его взгляде отражается большая умственная работа, он очень много работает над собой. Лопнуло. Сократовский такой высокий. Это вор Эдитидевист. Взят. Ну, как бы, не человеческий сказать. Невиманный взят. Похоже, что садист даже. Он, наверное, много пьет. Отсюда все следует. Известный ученый. Глаза у него с ищуриной. По-доброму. Добрый прищур, да? Да. В ситуациях неопределенных, при нехватке информации, мы невольно находим то, что ждут от нас другие люди. В зависимости от установки, от слов экспериментатора, мы обнаруживаем черты и качества, которые обычно приписывают преступникам или ученым. Мы видим то, что хотим увидеть. Психологическая установка – это неосознанная настроенность, готовность что-то воспринять определенным образом. А мы считаем – это мое мнение.